дорогие мои друзья всем большой привет вы на канале вязание и я меня зовут юлия ну как вы уже догадались сегодня речь пойдет о моем новом готовом изделии ура я его закончила безумно довольно друзья то что получилось просто класс вы же знаете да что это изделие единственная из моей тысячи работ которые я вязала без стирки в процессе работы обычно я отвязываю кокетку стираю там и так далее здесь я вязала вот как отвязала потом забросила в машину постирала и просто все идеально вот что значит попадать в свою плотность рассчитанную по образцу ну поехали сначала друзья я тут естественно ничего не помню я в прошлый раз сказала ой друзья у меня два изделия с нулевым регланом работе ну сама себя удивилась когда начал монтировать мастер-класс на это изделие и поняла что там не нулевой реглан нулевой реглан я хотела вообще вязать изначально пару лет назад потом я решила связать спущенное плечо и в итоге я изменила вход рукава в горловину на классический размер до классический реглан вход рукава в горловину у меня составляет два сантиметра это приближенная к нулевому реглану значения поэтому я перепутала сама перепутала то что я вижу но как вы поняли да это реглан классический с анатомической посадкой я все называла куртка куртка в процессе работы но какая-то куртка конечно же это кардиган с отложным воротником двубортным и он на молнии я вам показывала изделие без рукавов да не было готов не были готовые рукава и сказала что изделие немножечко коротковато выглядит но даже если будет и так после стирки я обстанусь абсолютно довольна ну все стало на свои места после стирки длина получилась та которая мне изначально была нужна ничего не коротко то есть зная пряжу которой ты работаешь ты никогда не ошибешься значит так друзья начнем сначала из чего я вязала а так вот прошу прощения думаю ну какое название выдать то называла курткой в процессе работы то буклешом то в общем как я только не называла и когда я собрала это изделие я на себя надела но это космос это космос причем это не космическая какая-то конструкция нет это название родилось из оттенка из расцветки потому что на это действительно глубина космоса черно-синие оттенки это глубина космоса на мой взгляд тут не хватает здесь еще эти звезд звездочек а так было бы совсем ночное шикарное небо вот название получила космос именно от расцветки какое оно приятное знаете все такими вот это вот бобильная пряжа она сухая но если любая бобильная пряжа она в пропитке но основная часть назовем так вот вязать было очень-очень непросто мне за счет того что повторяюсь guitar знаю что повторяюсь но никогда не все меня знают некоторые подписываются некоторые не видели показывая буклированное пряжа у меня бобильная как вы поняли да и она не равномерной неравномерное буклирование идет где-то вот такие большие встречаются букляши потом ровный тонкий участок потом вот такие потом есть микро букле в общем вот так вот выглядит фактура этой пряжи и если мне не изменяет память она мне может изменить потому что это совсем это чуть-чуть с головой не дружу по моему здесь 250 метров на 100 грамм бобинная эта пряжа люблю фактурную пряжу вот особенно для новичков да к у которых рядность там и так далее ну просто класс ничего не видно и вязать не видно и косяки если есть в рядности тоже не видно никаких разворотных петель не вида вообще ничего не видно еще и в таком цвете но мастер-класс друзья я сняла я старалась я бесконечно настраивала камеру сложно было конечно сложно такую пряжу и в таком цвете снимать на мастер-класс это на грани фантастики но я это сделала к этой пряжи я добавляла всем известную alize lana gold fine 390 метров на 100 грамм полушерсти я пробовала очень очень много образцов различные миксы добавляла что я только не пробовала в итоге я поняла что мне все не нравится наверное поэтому потому что я долго искала что с чем объединить получить ту плотность которая мне нужна чтобы это было не забито полотно чтобы просвет в полотне был чтобы была пластичность полотна но мягкая такое стало после стирки я не помню я сказала вам что я стирала в машине или не сказала стирала на в машине на режиме деликатные ткани отжим 800 и наверное так долго я не вязала потому что долго искала что с чем объединить друзья кто будет вязать по моему мастер-классу ну конечно можно вязать не обязательно из буклированной пряжи но был в буклише она смотрится на просто невероятно классно это первый момент второй момент это сейчас очень очень актуально вообще всевозможные фактурные пряжи это очень актуально и если у кого-то нет возможности приобрести бобинную пряжу да я не знаю у меня была большая бобина вот что от нее осталось изделие я не взвешивала потому что на моих маленьких весах она даже сложном состоянии не помещается но мы будем равняться на метраж вот этой пляже как в которой 390 метров на 100 грамм у меня как я и говорила ушло три с половиной матка вот по матка у меня осталось от 4 матка и судя по расходу если вот этот расход принимать во внимание у меня ушло 1370 метров здесь достаточно большие большой воротник у меня получается 15 почти около 15 сантиметров под борт около 15 не 15 меньше я изначально заложила 10 сантиметров плюс потом обработка воротника на общем где-то плюс стирка где-то в районе 14 сантиметров у меня получилось значит по конструктивным работала спицами номер пять основная основная часть меня была связана спицами номер пять естественно были изменения номеров инструментов в ходе работы для чего это нужно для того что плотность допустим основного полотна отличается от плотности той же пола резинки например или лицевой глади поэтому размер инструмента я меняла помните когда я показывала полуфабрикат я говорила что это можно будет носить и вот так то есть я изначально вот так планировала молнию поставить до самого верха вот так но вы знаете я передумала буквально в последний момент уже когда я занималась обработкой подготовкой планок для обшивания молнии я поняла что я не хочу я все равно так носить не буду я люблю классический вид когда это смотрится вот в таком вот в таком видео это находится и мне комфортно так я люблю такие воротники поэтому думаю зачем я буду ставить эту молнию до конца не буду я ее ставить и решила поставить ну чуть выше талии короче вы поняли да да чуть выше талии дать не за меня абсолютно устраивает это конечно можно было смело и и до самого верха поставить но я решила пойти вот таким путем значит по конструктивным элементам начинаем с воротника потому что изделие у меня вязалось сверху вниз воротник у меня связан с ростком в обязательном порядке воротник у меня однослойный двуслойная делать не стала потому что это было бы очень толсто и не к чему это все он имеет укрепление по всему контуру под борта имеют укрепление просто не чем он и так прекрасно держит свою форму и замечательно смотрится поэтому он у меня одинарный использован узор рис он кто-то называет путанкой кто-то рисом до сих пор наверное неизвестно как называется этот узор когда смена лицевой на изнаночную и наоборот происходит в каждом вязалось регланом как я уже сказала с анатомической посадкой по собственным меркам я не вижу по формулам я вижу по меркам и всех этому обучаю и дальше здесь сформирована глубокая круглая горловина в реглане классический лан сказала я я подсматриваю потому что у меня лишь гри память вообще здесь обязательно имеется вытачка и росток конечно же все это функциональная молния растягивается здесь застежка идет на пуговицы чтобы если не сделать вот здесь застежку то нижняя пола в процессе ходьбы она будет выглядывать поэтому фиксация нужно обязательно я все это сделала сейчас я вам покажу изделие поближе здесь просто все идеально отлично мне все нравится ну и конечно же здесь проселился жук который долго искал место где он будет жить это жук который мне дарила леночка орлова и дай бог не не изменит память по моему присылала мне его из германии алена то есть они встретились там лена передала алене этого жука и от алены я получила подарок от лены орловой короче этот жук проехал полмира и приехал ко мне и вот тут видите как классно смотрится показываю друзья поближе этот конечно цвет показать крайне сложно камера не любит темные цвета красные белые вот но тем не менее камера у меня хорошая я думаю что вы все увидите при большом желании значит я покажу вам реглан смотрим ход рукава в горловину вот она раз регланная линия сейчас найду вторую вот она 2 вот он вход рукава в горловину два сантиметра и дальше он пошел по своей анатомии в те размеры которые мне нужны изделия с большой свободой облегания кроме того я надеюсь что я очень скоро ближайшем времени окажусь в своем родном 46 размере и это изделие будет еще свободнее на мне смотреться и это будет здорово классно он будет смотреться это я бы сказала это база потому что и под джинсы и под брюки и под юбки и с кроссовками и с каблуком он будет смотреться великолепно поэтому долго я к нему шла и я к нему пришла очень довольна очень 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 смотрите пожалуйста показываю все все элементы поближе рукавчики все у меня здесь просто идеально и очень богато смотрится само полотно давайте попробуем показать вот поближе полотно посмотрите вот эти большие букляши которые встречались они вот прям вот выпуклые вот видите торчат так классно черные в основном черные они были очень 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 здорово замечательно все просто замечательно воротник давайте отверну воротник вот так он в отвернутом виде смотрится тоже очень здорово была на фотосессии сильный был ветер ставлю обратно его фух устала поскольку он весит я даже не знаю сколько он весит я думаю что примерно грамм 600 он весит 350 и тут где-то да где-то грамм 600 650 он весит был очень сильный ветер и такая погода то туман садился то потом туман уходил очень серо мрачно так но ветер снова вздувал и мне было в нем классно тепло и комфортно вот здесь кстати состав он по моему я не помню я точно знаю что там есть меринос а что еще ну короче здесь состав натуральный по моему здесь меринос с хлопком что-то такое так вот я начала говорить если вдруг кто-то будет вязать по моему мастер-классу я рекомендую обратить внимание как аналог до букляша вот на такой артикул это бюджетно это практически натурально это ализе натурале букле и 49 процентов шерсть 24 хлопок 24 акрил и до акрил и 3 полиэстер вот здесь 200 метров на 100 грамм на здесь идет регулярный букли букляш и им будет вязать гораздо проще чем вот таким букляшом потому что петля застревала на то что номер спиц большой до 5 я очень медленно работаю крупным номером спиц плюс где-то надо было настолько медленно провязывать чтобы пропихнуть вот этот вот большой букляш в петлю вот поэтому стопорилась у меня вязание вот этим будет конечно вязать гораздо проще и к нему тоже можно добавить под мод зависимости от того какую плотность вы хотите получить это может быть и ализе который использовала я лана gold файн это может быть и ализе 800 в общем тут это сюда может быть и лидия в подмотать и в несколько сложений или например ализе 800 плюс лидия плюс букляш тоже получится очень круто очень классно в общем друзья я вам предложила вот такие варианты это будет здоровски смотреться ну что еще наверное все по конструктивным элементам теперь по мастер-классу мастер-класс я уже сказала есть в наличии кто хочет приобрести пожалуйста я сразу оговорюсь все мои мастер-классы девочки в формате видео не pdf формат не распечатаны не описание не на миллион размеров это алгоритм работы который обучает вязанию других людей я не вижу смысла снимать мастер-класс на изделие которое связано на меня у меня узкие плечи у кого-то плечи широкие у меня ростом метр шестьдесят восемь а у кого-то метр пятьдесят он хочет связать такое изделие нельзя равняться на меня и нельзя вязать по моим меркам потому что на вас это изделие просто не сядет поэтому мои мастер-классы обучающего формата я говорю где какую мерку снять как мы где ее применяем идем пошагово как мы переводим расчеты до петли в сантиметр в петли или сантиметр в ряды где сколько нужно отвязать на какие ориентиры мы обращаем внимание все мои мастер-классы подробные обучающего формата в формате видео приобрести можно у меня связавшись со мной либо по электронной почте либо в социальных сетях instagram о к в к где кому удобно ну и для жителей европы но не обязательно европы ой на мед что-то упало между то что-то упало это можно сделать на сайте бусти из любой страны в принципе вы можете приобрести этот мастер-класс и на сайте бусти есть все мои мастер-классы поэтому гуляйте смотрите выбирайте и не отказывайте себе в удовольствие повязать а сейчас вы посмотрите как это изделие смотрится на мне я постаралась его отфотографировать несмотря на непогоду вот и посмотрите как это изделие смотрится на мне в движении ну а я с вами попрощаюсь до скорых встреч я даже пожелаю сразу вам творческого вдохновения необъятного у меня куча идей побежал как только не знаю почему с окончанием каждой готовой работы которой я мега довольна у меня летят какие-то идеи в голову у меня опять я еще шесть пунктов написала господи когда же я это все буду воплощать я обложилась пряжей которая я хочу из которой я хочу вязать и что вы думаете руки-то всего 2 из трех проектов только один готовый а еще хочется 6 вообще нормальная нет скажите друзья я хочу чтобы у вас было тоже такое настроение чтобы у вас было вдохновение чтобы у вас были идеи чтобы вам все нравилось чтобы оставались довольными ну и всего-всего самого вам лучшего а теперь посмотрите как это смотрится на мне а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok